Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и первый выпуск новостей Ленинского района в Новом году. И вот что мы подготовили для вас сегодня. Будние праздники. Пока одни отдыхали, другие в первые дни Нового года трудились. Надо работать. Людям надо помогать в любое время. В Георгиевском храме прошла ночная рождественская служба. Если Иисус Христос пришел к нам, значит, должно всем быть хорошо. Все праздничные дни в Центральном парке города Видны работала резиденция Деда Мороза. Детишки, чтобы хорошо себя вели, хорошо учились, ходили в детский садик, хорошо кушали. Вот и закончились новогодние каникулы, оставив после себя массу положительных эмоций, хорошее настроение и запас бодрости на весь наступивший год. Жители Ленинского района все праздники радовали уличные представления, театральные постановки, новогодние и рождественские спортивные соревнования. В то время, когда одни веселились, забыв о трудовых буднях, другие работали, делая все, чтобы наш отдых был веселым, комфортным и безопасным. Тему продолжит Екатерина Борисова. Знаменитый клоун Алекс работал все новогодние каникулы. Еще до наступления праздника он развозил детям подарки от жителей, главы района и города. Проводил развлекательные программы во дворах, веселил детей у кинотеатра «Искра», пил песни с жителями района в троллейбусах, а 1 января открыл традиционный новогодний забег. Работа на самом деле продолжается. Лично у меня, как и у многих моих коллег, закончится на Старый Новый год. У каждого своя работа. Мне нравится. Дарить людям праздник, дарить людям радость – это здорово. Пока жители Ленинского района гуляли и веселились на посту, были коммунальные службы, а также медики, готовые прийти на помощь в любую минуту. Операторы за суточное оформляли, обслуживали от 850 до 950 звонков. Это достаточно много, если сравнивать с обычными будничными днями. Ничего плохого и экстраординарного в эти праздничные дни не случилось. В плановом режиме звонков много, но справлялись. Деваться некуда, надо работать. Людям надо помогать в любое время. В целом новогодние праздники прошли без серьезных происшествий. Не было зафиксировано ни крупных ДТП, ни больших пожаров. Над тем, чтобы каникулы жителей района проходили комфортно и безопасно, натрудилось множество людей. Чистили школу, детский сад. Здесь чистили и лесенки. Людям ходить надо. Коляски не проезжают. Сходы надо почистить. И это надо реагентом посыпать. Чтобы люди ходили. Мы работали с двух часов, да. Много народу. А не обидно было? Вот все отдыхают, вы работаете. Да нет, нет. Я люблю свою работу. Мне нравится работать в аптеке и в праздничном. Я готова выйти в любой день. В каникулы новогодние работали. Мы в структуре работаем по продажам, поэтому 4-5 числа мы работали. Загрузили магазины к праздникам. Естественно, нужно после праздников посмотреть, проехаться, как вообще, что там в магазинах. Поэтому два дня, конечно, нас на территорию отправляют. Без каких-либо проблем все сотрудники. У меня папа работает. Папа кем работает? Он в полиции. В выходные жители района снова сядут за праздничный стол, чтобы встретить Старый Новый Год. А многие из наших героев вновь останутся на посту, чтобы праздники ничто не омрачило. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. В ночь на 7 января в Георгиевском храме прошла ночная рождественская литургия, которую посетило большое количество прихожан. Для верующих это один из самых значимых религиозных праздников. На торжественном богослужении побывала и наша съемочная группа. Историю о рождении Сына Божьего в Вифлееме, пожалуй, знает каждый верующий христианин или прочитавший Новый Завет Библии. Более двух тысяч лет назад от непорочной Девы Марии на свет появился Иисус Христос. Православные почитают этот день как приход Спасителя на землю. И для каждого из них рождественское богослужение – большое событие. Рождество – это прежде всего такая внутренняя радость, праздник семейный. Ну, не знаю, как объяснить словами. Такое некое внутреннее торжество. Господь родился, Христос. Ну, чтобы всем было хорошо. Раз Иисус Христос пришел к нам, значит, должно всем быть хорошо. Родился Спаситель наш, и мы должны чтить этот праздник, и всегда отмечать, и сделать благие деяния. Одна из прихожан Георгиевского храма Светлана признается, что хоть и работая в другой церкви, на рождественскую службу стремилась попасть именно сюда. К религии ее привела бабушка еще в детстве. По мнению гостей храма, Рождество Христово – важный праздник для каждого верующего. Рождество – это свет во тьме, но тьма не закрывает этот свет. То есть свет через тьму прорывается, но тьма его закрыть не может. Вы знаете, мне так понравилось, я вот под впечатлением просто. На торжественном богослужении каждый смог приложиться к рождественской иконе и принять таинство причастия. В эту ночь пришедшие не исповедуются. Все грехи отпускаются через сорокадневный пост и служебную молитву в храме. Рождество Христово для всех православных – светлый праздник, очищающий душу и укрепляющий веру в Господа. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском районе состоялся рождественский мотокросс – традиционные состязания, организованные Московской областной федерацией технических и военно-прикладных видов спорта. Они собрали несколько сотен любителей экстрима. В мотокроссе участвовали спортсмены от шести лет и старше, представляя не только Московскую область, но и другие регионы России. На гонках в горках побывала Татьяна Брылова. В районе деревни Горки в эти рождественские дни появилось новое поселение. Здесь обустроились участники мотогонок, которые проводятся уже в течение трех лет и собирают экстремалов из разных российских городов. Первыми на старт вышли юные спортсмены на квадроциклах. Последние приготовления и наставления – для каждого важен настрой и вера в успех. Артем Полежаев из «Подмосковных озер» считает себя опытным спортсменом. У меня довольно большой опыт, но в этом классе, то есть в 250 на больших квадроциклах, я вот в вторую гонку только еду. Владимир Гусев – отец и тренер одновременно. Не сводят глаз с участвующего в гонках сына Максима. Гонки проводятся в несколько заездов в зависимости от классов техники и возраста участников. В этом году, говорят организаторы, спортсменов на порядок больше, чем раньше. Многие приезжают издалека. Здесь сейчас уже присутствует не только даже Московская область. Приезжают из Витебска, приезжают из Белоруссии, приезжают из Гомеля. Много гонщиков приезжает из соседних областей. Тульская область, Рязанская, Воронежская. То есть это достаточно такая уже традиционная гонка, которая объединила очень много людей. Рождественские гонки проходят в два этапа. Каждый участник дважды пробует свои силы, после чего выявляется конечный результат. Особую зрелищность придали выступления взрослых участников. Зрители, которые наблюдали гонки с общего плана, могли видеть в прямом смысле взлетающие мотоциклы. Дорисовывал эту картину рев моторов. А в это же время на казачьем подворье шли народные гуляния. Пошла в отгород, меня горе берет. Никакие морозы не способны унять русскую душу, стремящуюся к песням, радующиеся праздникам, коих на Руси в эти январские дни немало. Так 8 января бабьи каши. В этот день женщины, казачки собирались на свои вечерки, потому что 7 января всех угощали, суетились, а уже 8 января женщины устраивали праздник конкретно для себя. Главным блюдом праздника стала традиционная казачья каша – кулеш. Горячая, ароматная, со специями и мясом. Им с удовольствием угощались все желающие. Впрочем, праздник праздником, а дела на подворье всегда имеются. Главное достояние казаков – лошади. Здесь они содержатся в заботе и любви. Кузнец Ян Гвоздев не ради красоты, ради здоровья приводит копыта лошадей в порядок. Его работа требует особого мастерства. Если лошадь спокойно стоит, то работать намного приятнее получается с этой лошадью. Но бывает, что лошадь не всегда понимает, что от нее хотят. И бывает, стоит неспокойно. Для этого нужно ее успокоить. Поглаживание, глазки какой-то, чтобы она понимала, что нет никакой опасности. А в это же время в специальном загоне можно было потренироваться в верховой езде. В этот день каждый желающий мог посидеть в седле или просто посмотреть, как это делают другие. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Новогодний подарок для всех детей Ленинского района сделали сотрудники Центрального парка. Здесь все каникулы была открыта резиденция Деда Мороза, которой вместе со своими помощниками, эльфами и снегурочкой, дарили детям радость. Чем запомнился визит главного сказочного новогоднего персонажа, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Начало нового года подарило жителям Ленинского района хорошую снежную погоду и возможность проводить время на свежем воздухе. А те, кто верит в чудеса, смогли повеселиться в кругу сказочных героев, которых пригласил в свою новую резиденцию Дед Мороз. Все каникулы со 2 по 7 января. Главный герой новогоднего праздника гостил в Центральном парке, где для него построили особенный дом. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия, организуются какие-то активности для тех детей, которые никуда не уехали в новогодние праздники. Очень здорово и интересно. Для детей была организована интересная развлекательная программа. Эльфы играли с ними в познавательные игры, танцевали, чтобы не замерзнуть. А по завершению этой части мероприятия все ребята получили памятные подарки. Мне понравился приз. Приз? Да. Покажи, какой приз. О, да, ему тоже. Магонечек с клюшкой. Активно проведя время на морозном воздухе, дети проходили в шатер, где их ждала Снегурочка. Она помогала мастерить различные новогодние подделки. Вишенка на торте развлечений был поход главному герою праздника. Ребятишкам Дед Мороз дал наставление на весь год. Детишки, чтобы хорошо себя вели, хорошо учились, ходили в детский садик, хорошо кушали. И родители, чтобы тоже хорошо себя вели. За время работы резиденции ее посетили сотни детей, которые остались в восторге от встречи с Дедушкой Морозом. Теперь они увидятся с ним только через год. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ирина Кошлева, Виднетвэр. Народный театральный коллектив «Твит» из года в год в первые дни января радует детей Ленинского района интересными новогодними сказками и интерактивными программами. В этот раз в районном Доме культуры актеры подготовили спектакль под названием «Новогодние проделки Бабы-Яги». На представление побывала наша съемочная группа. В районном Доме культуры состоялись традиционные новогодние мероприятия для юных видновчан. Войдя в холл, ребята тут же погрузились в сказочную атмосферу. Перед началом спектакля дети вместе с медвежонком Зайцем, Дедушкой Морозом и Снегурочкой пели, играли, отвечали на загадки и, конечно, водили хороводы. Вдоволь наигравшись, дети отправились смотреть сказку под названием «Новогодние проделки Бабы-Яги» в постановке дипломанта Академического малого театра, народного, театрального и всеми любимого коллектива «Твит». Юные зрители, не отрывая глаз, следили за происходящим на сцене, смеялись, удивлялись и переживали за полюбившихся персонажей. Их нужно соучастниками сказки сделать, чтобы они сопереживали и чтобы не было страшно, потому что дети, я говорю, в основном маленькие, музыкально должно быть номера. Долго, много текста они будут плохо слушать, поэтому минимум текста музыкальный и интерактив игровой. Вот на этом построено с малышами все. Чтобы мне кто-то шубку украл. И снега нет вообще. Слышите? Завершилась добрая сказка веселой новогодней песней, под которую танцевали не только актеры, но и ребята. Все, что было задумано режиссером Ларисой Гейлис, осуществилось. Дети и их родители остались довольны. Какие твои впечатления от сегодняшнего спектакля? Хорошие. На самом деле попали как будто в детстве в сказку. Прямо, наверное, из того, что мы в этом году увидели, это было самое стоящее выступление, спектакль, который мы увидели. Ну и главное, что ребенок счастлив. А Алиса Мастерова призналась, что благодаря актерам коллектива «Твит» не только ее дочка, но и она сама поверила в чудеса. Чтобы детки верили в сказки. Деда Мороза, Бабы Югу. Очень ярко, красиво все. Новый год – это волшебный праздник, в который исполняются все загаданные желания. А как сказал французский писатель Дени Дидро, чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На протяжении всех новогодних праздников в парках Видного можно было побывать в гостях у снеговика. Именно так называется праздничная программа, организованная при участии администрации Ленинского района и городского поселения Видное. На одном из мероприятий побывала и наша съемочная группа. Пообщался со снеговиком Максим Козлов. Обычно снеговик развлекает публику перед приходом Деда Мороза, но в этот раз ровно наоборот. Предшествующие представлению спортивной состязания в буквальном смысле разогревают детвору. Готовы? Готовы? Раз, два, три, начали! Вскоре появляется и снеговик. Вместе с помощниками, елочными игрушками, он создает новогоднюю атмосферу. Праздник подготовлен силами районного центра культуры и досуга. В роли сказочных персонажей юные актеры театра студии «Маска». Мы решили для детишек организовать вот такие интересные развивающие программы, где детишки могут спокойно повеселиться, а родители рядышком постоять, отдохнуть, скажем так. Праздник под названием «Сказки снеговика» стал частью большой новогодней развлекательной программы. Галина Рябчевских с мужем ежегодно приезжают к внучке Анфисе на зимние каникулы. Тем, как празднуется Новый год в Подмосковье, и она, и внучка довольны. У нас поменьше город, а у вас здесь побольше. Город много, всего хорошо, игрушек, достопримечательностей очень много, красиво, дома красивые, все красиво. Анфиса, а тебе нравится здесь? Да. На таком мероприятии не заскучаешь. Множество конкурсов, где необходимо проявить сноровку, разбавляются песнями и танцами. Довольны происходящим не только дети, но и взрослые, участвующие в мероприятии в качестве зрителей. Пришла с дочкой, очень нравится, ребенок весело играет, что может быть прекрасней. Тут очень классно, поздравляют всех с Новым годом. Ну а как развлекательная программа тебе? Нормальная. Очень хорошее мероприятие, особенно бесплатно. Дочка вообще бежала, а-а-а, быстрее, быстрее сюда, прям прямой наводкой, да, дочь? Обычно в гости приходят с подарками, но в гостях у снеговика все иначе. По окончании мероприятия все желающие получили мягкие игрушки в виде свинок, символа 2019 года. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И о погоде. 10 января будет пасмурно, днем пройдет снег, температура опустится до 8 градусов мороза, ночью минус 12, ветер южный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова